Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу, что мы делаем на работе. Я уже все это закончила, проверила, у меня буквально осталось пару минут, и я решила вам показать, что входит в наши обязанности, как вы просеяли. Мы приходим и первым делом берем чек-лист такой, с двух сторон написано, и тут по пунктам проходимся, с первого проверяем дверь, потом проверяем аварийное освещение, освещение пассажирской кабины, потом проверяем нашу станцию 3L. Согласно этой контрольной карте проверок, мы всегда проверяем пассажир, это аварийное спасательное оборудование. Серху вот на такое кресло мы проверяем на наличие, вот. Здесь мы проверяем кислородные баллоны, здесь мы проверяем детские спасательные жилеты, нашу рабочую станцию. Я уже все проверила, поэтому просто вам покажу, как это делается. Проверяем все здесь, дверь обязательно проверяем, обязательно проверяем нашу станцию. Всем еще раз привет! Как вы видите, я уже начала рассказывать на борту, что делает бортпроводник, когда он приходит на борт, и что входит в его обязанности. Но прежде чем я продолжу, я хочу также отметить, что у каждого бортпроводника, который приходит работать в авиакомпанию, есть свои технологические номера. На борту, что это значит? Это значит, что каждый бортпроводник отвечает за определенную дверь, где он будет работать. Например, если компоновка обычная, 4 двери всего, то будет за первую левую дверь, это отвечает только старший бортпроводник. За первую правую дверь отвечает только бортпроводник бизнес-класса, и за третью правую дверь отвечает бортпроводник, и он будет отвечать за мягкий ненталь, за коммерческую загрузку, за... Что-то еще было, не помню. И за третью левую дверь – это тот человек, который будет отвечать за питание, будет принимать питание. Когда я говорю, что отвечает за что-то, это значит, что он принимает, расписывается, берет на себя ответственность за те или иные вещи. В зависимости от самолета, эти обязанности могут меняться, но за третью левую, либо четвертую левую никогда не меняется, потому что ты всегда за питание отвечаешь. Если, например, это 321 самолет, там 8 дверей, и, соответственно, обязанности тоже меняются. То есть у первых левых дверей сидит старший бортпроводник, за вторые двери отвечает бортпроводник бизнес-класса, и за третьей двери отвечает просто бортпроводник. И отдельно за четвертую левую, и за четвертую правую отвечают еще два бортпроводника. И итогово получаем сколько? 5 бортпроводников должны быть на рейсе 300, если это самолет 321. Может быть, их, естественно, больше. Вот. Но вот эти все технологические номера, компоновки и так далее, это изучаются. И я думаю, если среди вас есть студенты, то вы это уже должны знать, если вы уже пришли к обслуживанию и конструкцию. Вот. Хотела еще добавить, что у нас в авиакомпании всего три типа самолета. Это Airbus, Boeing и Embraer. Что это вообще значит, да? Airbus производится во Франции. Это одноименная компания Airbus, которая производит самолеты, и они в год производят 366 самолетов в год. Это, представляете, они за один день собирают, ну, практически один самолет. Вот. Или, наверное, чуть больше. Вот. Boeing – это американская компания, которая производит самолеты. И Embraer – это компания, которая производит также самолеты, но это производит в бразильце. Embraer – это маленький самолет, предназначен для небольших, для выполнения больших рейсов, например, как Москва-Питер, Москва-Нижний Новгород и так далее. Боинги и Airbus, они уже чуть покрупнее и могут летать дальнее расстояние. Но у нас все самолеты узкофюзеляжные и ближние, магистральные. Что это значит? Что, когда заходишь на самолет, всего один ряд, один проход и два ряда, то есть справа и слева. Это на всех самолетах нашей авиакомпании. А есть еще, это вот что значит узкофюзеляжный. И ближний магистральный – это значит, что он летает на какие-то короткие дистанции, но может летать 5, 6, 7 часов, но не больше. Если, например, он уже больше летает, то это уже самолеты, называются дальнемагистральные, то есть они выполняют длительные рейсы, могут летать через океан. Это вот самыми большими самолетами считается Airbus 380 и Boeing 3,7, или его еще называют «Три топора». Вот дубайские, кстати, авиалинии Emirates, они прилетают на А-380 в Москву. Очень большой самолет, прям очень классный. У нас даже есть своя шуточка. А что, если ты пришел на рейс Embraer, а твой борт заменили на А-380? Прикол заключается в том, что для выполнения рейса А-380 там нужно где-то около 19 человек экипажа, а для Embraer всего 2 человека. Ну, я надеюсь, вы поняли жутко, если нет, то sorry. Так вот, когда мы приходим, как ранее вы уже видели, мы берем в свои руки карту, по которой мы все проверяем. Проверяем все СЖ, это аварийно-спасательные жилеты, аварийно-спасательное оборудование на борту, проверяем свою рабочую станцию, проверяем двери, открываем двери для проверки. И через левые, третьи левые двери мы принимаем питание. Вот последнее видео, которое перед тем, как это началось, было как раз начало приема питания. Вот, также меня спрашивали, скажите, пожалуйста, про питание на борту, принимали вы или нет. Абсолютно все работники, все бортпроводники должны уметь поднимать питание и коммерческую загрузку в том числе. Когда вы летаете с ажорские рейсы, то первые два рейса вы летаете за, отвечаете за питание, вторые два рейса за коммерческую загрузку. Может быть, немножко по-другому, конечно, но это зависит от инструктора, но чаще всего проходит именно так. То есть два за питание, потом два за коммерческую загрузку, и в итоге вы на допуск едете, отвечаете за коммерческую, ой, за питание, извиняюсь. Вот, и как вам было сложно открывать и закрывать дверь? На первый рейс в ажорские, когда я пришла, я не справилась с открытием дверей, потому что дверь была офигенно тяжелая. Я не смогла, ее было очень скользко, там была вода. Поэтому я на первом ажорском рейсе не оперировала дверьми, за меня оперировал мой инструктор. Вот, на следующих рейсах я уже справлялась, все было отлично, все было хорошо. Дверь, как бы, может показаться тяжелой, но она нормальная. Ну, как бы, если я справилась с моей силой, да, то вы уж точно справитесь. Вот, скажите, пожалуйста, только старший бортпроводник включает-выключает основное освещение в салоне? На Airbus'е вы можете тоже включать освещение в салоне, но это не рекомендуется делать, потому что это все-таки обязанность старшего бортпроводника. Вот, и все находится на его панели. То, что вас не касается, лучше этого не делать, никогда. Вот, вы, главное, не оставляйте включенным свет в своей задней стойке. Поэтому там вы можете регулировать свой свет, можете добавить, убавить, как хотите. Вот, что значит отвечать за питание, что значит отвечать за коммерческую загрузку и мягкий инвентарь. Когда вы летаете третьей левой, это значит, вы сидите у третьих левых дверей. Через эти двери также может быть посадка осуществлена. Но через эту дверь всегда осуществляется приемка питания. То есть, независимо, есть питание на борту, нет питания на борту, но питание может быть разным. Это могут быть ботончики, могут быть горячее питание. То все загружается через эту дверь и приходит вот такая кипа бумаг. И половина из них вам не нужна, вам нужна только вот такая малюсенькая часть. Когда вы принимаете, вы обязательно должны все проверить, все сверить, все ли соответствует заявленному. И только потом, проверив, что для бизнес-класса того, что все загрузили, только потом вы отпускаете экспедитора. Экспедитор – это тот человек, который привозит вам питание. Вот, если вы отвечаете за коммерческую загрузку, за мягкий инвентарь, то вы обычно летаете третьим правым. И, а также у вас есть свои какие-то документы, за которые вы несете ответственность. Если, например, коммерческая загрузка подразумевается, может, что переводится какие-нибудь груз, почта, животные, если они в багажном отсеке переводятся, и оружие. Мягкий инвентарь подразумевает собой это вот всякие фартуки, наполнение для туалетов, плечики для бизнес-класса и все-все остальное. Вот, для каждого продукта, так скажем, привозится за мягкий инвентарь специальные документы есть, за коммерческую загрузку, есть тоже специальный документ, это все изучается, пока вы учитесь в школе, хотелось бы сказать автошколе, в авиашколле, в авиаколледже. Что еще? В принципе, все. То есть, когда вы приходите, то первым делом, когда вы приходите на борт, вы первым делом идете, проверяете все на борту, все оборудование, оно должно быть исправно, оно должно работать без каких-либо замечаний. Если есть какие-то замечания, то сразу непосредственно докладываться к старшему бортпроводнику. Далее, после того, как вы все приняли, доложили, что все отлично, вы идете поднимать либо питание, либо коммерческую загрузку, либо мягкий инвентарь, либо все вместе. Вот. И уже все раскладываете. И на это выделяется очень-очень мало времени. Если вы думаете, что мы там все балдеем и ничего не делаем, неправда. Ты там как пчелка бегаешь, 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 чтобы все это успеть до прихода пассажиров. Пассажиры приходят, а потом у каждого бортпроводника есть свое место встречи пассажиров. Первый, те, кто два человека вас встречают у входа, это старший бортпроводник и бортпроводник бизнес-класса. Если вас встречают на аварийных выходах на крыльях, либо если это с 21, у вторых, у третьих дверей, то это обычные рядовые бортпроводники, которые далее будут вас обслуживать питанием. На Боинге немножко другое. Там, во-первых, панель меняется, все меняется, но вам это будут все объяснять, обучать. Поэтому, в принципе, какие-то функционалы остаются тот же самый. Единственное, меняются панельки управления освещением. Аварийное освещение проверяется через панель, которая расположена в посте. На Airbus проверяю эту проверку осуществляет старший бортпроводник. Бортпроводник по его команде мы все проверяем свое аварийное освещение, своего, так скажем, своей зоны ответственности. Вот. В принципе, я все, думаю, рассказала. Нам очень много. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Всегда я вам рада. А дальше постараюсь выкладывать видео каждый день. И завтра будет новое видео тоже. И оно выйдет в 2 часа дня. Вот. Увидимся завтра. Пока-пока.